Максим Арзуманян Максим Арзуман И мы там тренировались очень хорошо, там тренировалось тоже очень мало И тут приехали в 1994 году два брата, Рустам и Руслан Они сюда приехали и развали наш каратэ Я от него очень много что получил, знаний очень много И от спорта, от жизни всего И от этого я очень ему благодарен Первый раз когда в 1997 году выступали на чемпионате Армении в Великой Аркадемии Очень тяжело, но выиграл первый бой И от этого я получил первый свой медаль Вот этот медаль, который я вам рассказал на чемпионате Украины военной академии Вот это, нет, это по Арвейс-лингу Первый местный танк в 2004 году Потом было много соревнований Вот первые места у меня Ты должен быть в два-три раза сильнее всех Чтобы ты четко занял свое первое место Это остальное место Вот этот последний медал, который я взял в 2016 году Второе место Который должен был взять первое место Ничего, так тоже бывает И в остальном буквально медали, которые вы сами видите Разные места, разные соревнования Вот моя всю жизнь Которую я посвящал свою жизнь вот этим медалям Мне спортом тоже помог Как я был один Мне вместо отца Мой дядя, мам и брат И после этого в 1997 году Как я закончил в 1998 году В школу я поступил в военной академии в Украине Там тоже начал продолжать свою карьеру В 2005 году я открыл свою первую школу Я от школы отпустился Потому что не мог содержать семью Тогда был я уже женат У меня дети, семья За это надо было Просил поехать на заработки Проработав полтора года Максим вновь вернулся на родину И открыл спортивную секцию В данный момент я занимаюсь Каратэ, тренинг Каратэ Уже не первый год У меня ученики, которые у меня тренируют Уже 11 лет Сам уже я тренирую 12 лет Моих учеников, которые есть Уже должны давать черные пояса В соревнованиях есть очень много места Были в Стамбуле На чемпионат Кубок мира Оттуда привезли второе место Сонимаясь этим, в юргархизм Очень большую школу Это мы просто так нам дали По тренироваться, показали Что нашли нормальные додзи Додзи это по нашему Это спортивный каратэ Для зал, для каратэ Мальчики есть с 5 до 18 лет И девочки у меня сейчас Пока тренируются боли Я надеюсь, если зал будет хорошо Все, еще больше будут ходить Больше и больше Это для них хорошо Самое первое Это самозащита, здоровье Я хочу попросить нашего Районного муниципалитета Муниципалитета Или наших руководств Чтобы помогли Хотя бы мне отдать зал Остальное мне ничего не надо В основном я сам все сделаю Мне дали зал Чтобы я тренировал детей Готовывал ребят На хорошем уровне Потому что у нас В 2018 году будет В Бразилии проводиться Олимпиада Я хочу, чтобы Очень хочу Чтобы наши дети Тоже Хотя бы с нашего района Хотя бы 1-2 человека Детей Они выступали На соревнованиях Олимпиады И понимали Что такое жизнь Я надеюсь Что это будет И в 2020 году Тоже мои старшие ученики Тоже Надеюсь На наше Районное Наше руководство Наших Как говорится Спонсоров Если найдется Я буду очень им благодарен Я попрошу одного Чтобы хотели Помогли мне зал И все Мне больше ничего не надо А я так делаю Чтобы они увидели Что я просто Написто не говорю А в основном Все будет ясно Жизнь там покажет А моя жена Тогда работала Журналист В газете Ошелся Она работала И Она пришла ко мне И взяла Какова интервью И тут У нас получилось Что Я увидел ее Грубо Как говорится Влюбился У Максима есть Две дочери Старшая Ученица второго Класса А младшая Входит в детский сад Оба тоже у меня Тренируются Я надеюсь Что будут продолжать Отцовскую работу Я надеюсь Что хотя бы Младшая дочка Станет чемпионком Мира Или Европы Но для меня Спорт это жизнь Я без спорта Не могу Я готов Продолжать Свою работу И я буду Продолжать Не мог Никто Не может Остановить меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому